Константин Половнев и не мечтал о покорении неба, но на заводе, где он работал, его отправили в аэроклуб на курсы летчиков. Потом было училище гражданской авиации. Затем 40 лет крутил штурмвал пассажирских самолетов. Начинал с внутренних самарских авиалиний, ушел на пенсию уже пилотом-международником. Константин Половнев признается, сейчас в свои почти 80 лет продолжает летать, как пилот, но только во сне. Первый в Самаре и второй в России музей гражданской авиации открылся в поселке Береза. Рядом с аэропортом Курумыч. Обширная экспозиция находится в 164-й школе. Сотрудники музея в поисках экспонатов обошли всех местных жителей. Почти все они связаны с гражданской авиацией. Пилоты самолетов, стюардессы, механики, диспетчеры. Экскурсоводом работает тоже бывшая стюардесса. Сейчас местная учительница. Двери школьного музея в поселке Береза открыты всю неделю, кроме воскресенья. Это создавалось для жителей поселка, которые 90% работали, я уточняю, работали, не сейчас, работали на аэропорт Курумыч. Поэтому для них, для наших ветеранов, для наших детей, для подрастающего поколения показать и всю историю, и в документах, и фотографиях. Первые гости музея – ветераны авиационной отрасли, городские депутаты и руководство городского департамента образования. От увиденной экспозиции они были в восторге. Признаются, такой музей мотивирует выбрать профессию летчика или стюардессы. Конечно, дети, чьи родители и вся их работа связана с судьбой с небом, я думаю, должны продолжать делать своих родителей. И ранняя профориентация им только поможет в этой жизни выбрать правильно и высшее учебное заведение, и учебное заведение профессиональное. И если даже кто-то не выберет высшее учебное заведение, все равно пойдет работать в наш любимый аэропорт Курумыч. Путешествие во времени начинается в музее с первых шагов. Посетители оказываются сначала в зале ожидания аэровокзала, затем в салоне самолета 60-х годов. После импровизированного полета с пилотом и стюардессой пассажиры попадают на экскурсию в зал основной экспозиции. Здесь сотни раритетных вещей и ни одной реплики, то есть точных копий старинных предметов. После рейса пилоты самолетов и стюардессы возвращались домой в поселок Береза. В местном школьном музее воссоздана комната 70-х годов прошлого века. Здесь все настоящее, начиная от мебели, библиотеки, посуды, торшеры и телефона. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.